Привет, ребята! Наста за кадром. Анастасия, вы на связи? Я на связи, да. Наста делает суп. Мы пришли с курсов, немножко отдохнули, позанимались еще немецким. Вон сзади книжка. Оказывается, сегодня мы еще занимались по старым книгам, а мы не взяли их. То есть взяли только рабочую тетрадь, в которой делали вчера домашнее задание, а обычные книги не взяли. Поэтому пришлось попросить у девочки, потому что я была уверена, что сегодня уже начинаются новые книги. Потому что так было написано в беседе, что я так поняла, что во вторник, но оказалось, что нет. Так что мы еще занимаемся по старым книгам, поэтому вот такое. И вот сейчас сколько? Сколько? 6 часов. Настя только делает суп. Опять вызвалась сама. Улыбается. Что ты улыбаешься? Что я хочу? Справдя. Большую пиццу. Да. С Филадельфио в бортике. Опять. Ань, давай-давай-давай-давай-давай. С 4 вида. Ань, давай пиццу, Ань, Настя. На 4 вида. На 4 вида. На снае, приветки. На снае, приветки. На снае, приветки. Шин, карьер. Я Настю. Я Настю убедила все-таки остановиться на супе. И на этом точке. Суп со суп. Суп со на завтра. А сегодня я хотела перец суп. В общем, что хочу рассказать. И зашел сегодня разговор про коронавирус. Учительница начала рассказывать про корону, что там. И, как вы знаете, я думаю, все смотрят на какие-то, может, новости. О, господи, надо окно было закрыть. В интернете также это сейчас неоднократно везде появляется, что появился новый вирус короны. коронавирусом. Наверное, какая-то разновидность. И у многих паника. У нас сейчас многие заболели в группе. Надеюсь, что это просто простуда, ОРВИ. С началом осени, с перепадами погоды. Но напрягает этот, конечно, весь движ по поводу короны реально. Мы болели коронавирусом. Настя заразилась, заразила меня. Я в транспорте ехала. Ну, она мне так говорит, скорее всего, это из-за этого. Ехала в транспорте. Мужик какой-то кошлянул. И с того момента она заболела. Прошла там где-то неделя. Появились первые симптомы. А у меня появились они... Вот у Насти пропало обманяние. И получается, у меня нет. У меня где-то на четвертый, третий. У меня где-то на третий, четвертый день. А до этого Настя говорит... Вот я понюхаю сейчас, не знаю, духи. Что угодно там. Порошок. Уксус, да. Должна быть какая-то реакция. Что бы она не кушала. Говорит, я ничего не чувствую. Я говорю, ну не может быть такого. Я до последнего думала, что это нереально все такое. И я никогда не боялась заразиться коронавирусом. Вообще. И потом, да. Прочувствовала это на себе. Это вообще настолько ужасно. Реально. Это длилось как будто вечность. По-моему, у нас это дней 14 длилось. Ну, 10. Ну, очень долго. Температура 39-38,5. Ломота нереальная. У меня это все сопровождалось с изжогой. Изжога была просто настолько сильная. А я тогда еще не знала про лайфхак. Как избавиться от изжоги. Надо пол чайной ложечки соды. И запить ее водичкой теплой. И все. Изжога проходит. Появляется отрыжка. Это естественная реакция. И изжога просто проходит моментально. Тогда я не знала. И у меня... Завтра, Настя. И у меня была такая проблема изжога. Изжога была очень сильная. Она смеется. Ну, чего ты смеешься? Ничего. Ну, почему? Я же жестикулирую. А чего? Я просто его возьму из тебя. Вспомни. Вот. А у тебя на что такой сильный удар пришелся? Ноги? Ноги, почки. Ломота, почки. Ломота и почки, да. И честно говоря, не хочется, чтобы такое вообще повторилось. Не дай бог. Какой продукт ты не съешься? Ты его не чувствуешь? Что ты не приготовишь запаха? А ты не чувствуешь? Что все в духе не чувствуешь? А перед этим мы еще делали стресс на корону. Перед тем, когда Настя заболела, я все нормально было. А потом все сразу вот. Конечно же, как обычно, закончилась память. Все никак не дойдут руки. Почистить телефоны. Настин свой от лишнего мусора. О чем вот я говорила? Я говорила о коронавирусе. Да. Что были самые почки. Это я помню. И что хотела еще вам рассказать. Боже мой, видите, все. Памяти нет. А, от прививок мы отказались. Я вообще противник этого. Просто максимальный противник. Я против этого никогда не буду делать прививку. Никогда. И Настя также. Мама у меня сделала прививку. Папа тоже. И все, по-моему, из моих родственников. Мы делали коронавирус. Это тоже, да? Да, в славу. Папа. Я против это все. Все равно даже те, кто делали прививки, они болели. И это вообще, ну, это такая тема. Не знаю. Я, и даже если сейчас, не дай бог, да, пойдет вот эта волна, не дай бог, то я все равно не буду делать прививку. А ты? Нет. Даже если это будет касаться работы, то я буду просто работать. Я уволюсь с мировой. Моя жизнь это моя. А, напишите, кстати, ребята, как в Германии вообще проходил коронавирус? Нужно ли вам было обязательно делать прививки в вашей стране или же нет? Потому что я не знаю этих всех тонкостей. У нас, да, надо было делать прививку, если ты работаешь с людьми, обязательно надо было делать прививку. У меня папа по этому сделал, а мама, потому что она заболела коронавирусом, заболела причем сильно, исходя из и возраста, и болезни определенной. Ну, и дало такой удар нормальный. Ну, слава богу, что прошло все более-менее, без всяких, да, этих побочек. Но все равно к ней приходила на дом медсестра, ставила ей кислород, измеряла сатурацию или сатурацию. Сатурация, наверное, неправильно сказала. Ну, в общем, не знаю, надеюсь, что все это обойдет стороной всех нас. Не знаю, там же сказали, что там мутация, что-то 30 мутаций каких-то произошло, что даже говорят, что даже не будет каких-то лекарств в него, не факт, что будет. Таких и так по факту нет. Не, ну, я, конечно, я еще с того момента до сегодняшнего дня предполагаю то, как я думаю, что, конечно, это кто-то занимается, чтобы людей быстрее... Что? Ну, это тема такая тяжелая. Напишите вообще, кстати говоря, ваши какие-то мысли, откуда этот все-таки коронавирус, откуда этот новый коронавирус, болели ли вы коронавирусом, как проходило течение болезни, может, кто-то из ваших родных болел. Интересно будет почитать, реально. У меня... Я сейчас так задумалась уже, что... Одноклассницы папа умер от этого. Да, многие полнорали, многие. Очень много знакомых, которые умерли от этого. Хоть даже перед этими делами... Даже молодые умирали, вообще это... У кого какое было поражение легких, очень страшная болезнь на самом деле. Ужасно, что все это происходит в мире, ну... Не одно, так другое, реально. Вот, не одно, так другое. Это кому-то вызовно в этой планете. Все владения, они уже не знают, в чем днях, но это мое такое зрение на это. Не знаю. Берегите себя, проветривайте как можно чаще комнату, там рабочее место. Обязательно все проветривайте. И, наверное, надо будет приобрести антисептик. Да? У нас, кстати, где-то был, да? Тут оставался в квартире от предыдущих. Я не знаю, что тут жил, жильцы или хозяйка. Надо как-то себя беречь, так что... Будьте аккуратны, и мы будем аккуратны, да? Ну да, потому что учительница сказала, что... Не, Настя, ты не знаешь, не надо это говорить. Я знаю. Нет, не надо. Это правда. Не надо тут говорить это. Это правда. Она сказала, что об автобусах вы будете у нас в классе, вы не будете у нас в классе. А, ты про это? Да. Не знаю. Надеюсь, что все будет нормально. Я думала, ты про другое хотела сказать. Чехол испортила. Все, Настя тут уже шкварчит. В общем, будет интересно почитать ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Все, до новых встреч. Пока. Настя. Пока. 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 Пока.